Число жертв коронавируса в Соединённых Штатах Америки превысило 150 тысяч человек. Штаты остаются лидером по числу подтверждённых случаев заражения – почти 4,5 миллиона человек. Штаты продолжают активно работать над разработкой вакцины. Страна перешла на третий этап испытаний. В нём примут участие почти 30 тысяч человек. Задействованы 89 центров по всей стране. Американские власти планируют изготовить сотни миллионов доз вакцин уже к осени. И уже договорились с наиболее перспективными производителями об огромных поставках вакцины. Мы провели совещание по вакцинам и лекарствам. И это была отличная встреча. Со мной было много наших замечательных докторов и исследователей. Я думаю, что встреча прошла очень хорошо. И мы преуспеваем в разработке вакцин. Цены на лекарства в нашей стране будут снижаться очень существенно. Врачи со мной согласны в этом вопросе. США массово производят вакцины кандидаты, чтобы в первый же день, как только препарат одобрят, он стал доступен американцам. Трамп также пообещал, что препарат будет доступен и для людей по всему миру. Снятие ограничений в Великобритании сопровождается договорами о воздушных мостах, причём без 14-дневного карантина между двумя государствами. В список признанных безопасными для британцев стран была включена Испания. Однако из-за роста случаев заражения в Испании британские власти передумали. Карантин введён для пребывающих в Британию Сибирийского полуострова – материковой части Испании. Теперь к нему добавили и Балиарские, и Канарские острова. Правительство Испании резко отреагировало на это решение. По словам властей, рост новых инфекций приходится в основном на Каталонию и Арагон. Но ситуация в остальных частях страны под контролем. А путешествия на острова остаются безопасными. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в этой стране – около 280 тысяч человек. Из них почти 30 тысяч скончалось. Прибрежный город в центральной части Вьетнама закрыт после того, как там были выявлены заразившиеся COVID-19. Это первый случай заражения во Вьетнаме с апреля. Туристы не могут въехать в город, а для вывоза уже находящихся там 80 тысяч приезжих привлекаются дополнительные авиарейсы. Эта страна ещё в самом начале пандемии приняла быстрые действенные меры, закрыла границы и ввела карантин. В итоге за всё время в стране было выявлено чуть более 400 случаев заражения коронавирусом и не зафиксировано ни одной смерти от осложнений. Тем временем в Гонконге за сутки было выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это стало новым рекордом для административного района. Ранее администрация Гонконга объявила о введении карантинных мер. Ношение защитных масок на улице – обязательно. Запрещается собираться в группы больше двух человек. Нарушителям грозит штраф в 5000 гонконгских долларов. Ограничительные меры в Гонконге вводятся с 29 июля на неделю. Всего с начала пандемии здесь было выявлено более 2600 случаев заражения. Умерли 20 человек. Общее число заболевших новым типом коронавируса в мире превышает 16,5 миллионов человек. Эльнара Алиева, CBC.